Мероприятия в честь Дня космонавтики 12 апреля прошли во всех образовательных учреждениях Твери. В частности, во Дворце детей и молодежи подготовили тематическую экспозицию «Дорога к звездам». Фотовыставку, кинотрансляцию, а также предложили поиграть в интеллектуальную игру. Об этом и не только в материале нашей съемочной группы. Для Луны мы берем одинокуляр меньшего увеличения, чтобы разглядеть в полном объеме всю Луну. А если мы с вами наблюдаем планеты, допустим, Юпитер, и хотим увидеть большое красное пятно на нем, мы берем более крупный акуляр. Денис Фадеев – один из воспитанников астрономического объединения «Алькор» во Дворце детей и молодежи. Ребята занимаются в настоящей обсерватории. С помощью этого телескопа в ясную погоду, например, можно увидеть пятна на Солнце. Телескоп дает увеличение в сто раз и, поворачиваясь с помощью часового механизма, следит за космическим объектом. Панорама звездного неба позволяет воспроизвести планетарий. Мы с вами на куполе видим звездное небо таким, каким мы бы с вами его увидели. Выйдя на улицу, где-нибудь за городом, мы можем проследить конфигурацию созвездий, показать картинки, рассказывая мифы и легенды, которые связаны с появлением того или иного созвездия. Специально ко Дню космонавтики во Дворце детей и молодежи подготовили тематическую экспозицию «Дорога к звездам», фотовыставку, кинотрансляцию, а также предложили поиграть в интеллектуальную игру «Поехали». Игра проходит в онлайн-формате и позволяет принять участие всем желающим из любой точки нашей области. А программа сделана так, что есть несколько попыток, чтобы найти правильный и нужный ответ. Что коллекционировал Юрий Алексеевич Гагарин? Не знаете? А он коллекционировал кактусы, оказывается. День первого полета человека в космос отмечают и в тверских школах. Например, в 39-й открыли выставку рисунков и подделок учеников младших классов. А для ребят постарше преподаватели вуза прочитали лекцию об астрофизике. Давид Губанов хоть и учится в седьмом классе, но на лекцию пришел одним из первых. Космические науки и технологии привлекают его своей загадочностью. С ними уже связаны планы на будущее. Я планирую связать свою судьбу именно с ракетостроением, но также не оставлять теоретическую физику. Я планирую создавать совершенно новые многоразовые носители. Уже сейчас Роскосмос создает достаточно перспективные проекты. И я вижу своим долгом сделать их реальными. Все экспозиции, посвященные Дню космонавтики, будут открыты для посещения до конца апреля.